Донбасс 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 За время войны мы потушили за полгода. У Дубальской пожарной команды было более ста выездов. Начали обстреливать коммуну на коммуне. Тоже ужасный пожар. Попадание прямое было около восьми. Приехали мы на пожар. На участке было около восьми минометных попаданий. Начали искать хозяев. Хозяева оказались в подвале. Подвал был разрушенный. Дедушка с бабушкой были заживо похоронены. Жили долго и счастливо. Благодаря украинской армии умерли в один день. Городская больница в то время была как военный госпиталь. Врачи рассказывают, что раненых было не считанное количество. Медикам, не покидая смены по несколько суток, пришлось вспоминать курс военно-полевой хирургии. Еще и кисти. А здесь просто кожа. Вообще нет ни мышц, ни костей. Говорят, спасите меня руку, а то что-то я ничего не делаю. Там как будто вы отпилили. От плеч? Да, просто высох. В первые часы было страшно большое количество раненых людей. Это были гражданские. Было все равно, кто это. Гражданские или военные. Да в тот момент нам, честно, было все равно, это были ДНРовцы или, может быть, даже солдаты ВСУ. Сильно не выяснялось, оказывалась помощь. Оказывалась помощь всем, да. Да, всем абсолютно. Вначале пытались записывать, а потом даже раненых уже и не записывали, потому что они были со всех сторон. Они были, я же говорю, со скорой, сами приходили. Их было настолько много, что да, не было. На десятки, на десятки. На самом деле нет более человечных историй, чем военные. Здесь нет лжи и всегда видно, кто трус, подлец или надежный соратник. Дебальцево – город-герой, и люди здесь героические. Жители угольного края останавливали полыми руками танки, не веря в то, что их, безоружных, могут начать беспощадно убивать. Этими людьми однозначно движет любовь к Донбассу и русская идентичность, от которой их до сих пор принуждает отказаться. Эта любовь не агрессивная, как по другую сторону баррикад. Мирные жители поразительно проявляют мужество и удивительную стойкость в отстаивании своих свобод. Здесь помнят и чтят тех, кто давал свою жизнь, защищая родную землю. В основном это обычные местные мужчины, парни и даже представительницы прекрасного пола, избирившиеся с киевским режимом. Когда я смотрю на небо, смотрю на небо, когда я смотрю на небо, мама, я налетой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok